Сняв видео три причины богатый генератор, бедный генератор, я получила от своих любимых проекторов вот такой комментарий. Конечно же, все проекторы очень озабочены реализацией и денежным вопросом. И у меня для них хорошая и плохая новость. Хорошая заключается в том, что у них есть самая главная одна причина, по которой они не зарабатывают деньги. Плохая будет чуть позже. А вначале я вообще хочу спросить, а вообще возможно, чтобы проекторы в этом вечном ожидании могли заработать большие деньги? Джефф Безос, основатель Амазон, крупнейшего в мире интернет-магазина. Марк Цукерберг, основатель и генеральный директор Facebook. Павел Дуров, основатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram. И два известных медийных проектора, Саша Митрошина и Петр Осипов. Проекторы, оказывается, могут ворочать деньжищами. Тогда почему же такое количество проекторов у меня в Telegram-канале, в Инстаграме задают один и тот же вопрос? Деньги для проекторов. Как же нам через ожидание, через вот эту вот неинициацию можно достичь высот? Помните, я вам говорила, что причина одна. И плохая новость в том, что она вам не понравится. Когда я ее назову, вы скажете, да фи, да ладно, да это же на поверхности. Но самое главное, что именно эту причину вы не хотите убирать из своей жизни. И сегодня я получила вот такое доказательство. Мой очень хороший знакомый, руководитель большого криптопроекта, прислал мне вот такое сообщение. У меня есть товарищ Сергей, который продвигает совершенно мусорный проект, но почему-то фанатично уверен, что это круто. Как мне Сергею фары врубить, чтобы он завязал с этим проектом? И свою способность к созданию знакомств начал использовать. Решим Бога, это, в общем-то, достаточно стандартная ошибка любого проектора. Даже я иногда могу заиграться в эту историю, и это очень опасно, потому что это лишает проектора самого главного инструмента, который приносит ему как деньги, так и личное счастье, так и признание. Это его проницательность. Его проницательность, его энергетический луч, которым он сканирует других людей, которым он может действительно настраивать других людей, давать вектора и приходить к успеху, это на самом деле штучный инструмент. И проектор не стахановец, он не может сразу исправить небольшую футбольную команду. И вот когда проектор начинает вламываться в чужие жизни, он сразу делает несколько плохих дел. Прежде всего, он отвлекает себя от каких-то важных вещей, которые привели бы его к успеху и его предназначению, и его реализации, и его признанию. Второе, он 100% отгребет рано или поздно, или останется без должного благоговительного отношения. О, уважаемый проектор, о гуру! Все не так однозначно, как кажется проекторам на первый взгляд. Когда я посмотрела карту, я увидела, что это генератор, который должен прийти к своему успеху через определенное количество проб, возможно, даже неудач. И неудачи в бизнесе или в стартапах – это точка роста. И вмешиваясь, проектор, возможно, отдаляет успех как свой, так и этого человека. Если мы говорим про генератора, то его корректный путь мы можем проверить только одним способом. Мы должны смотреть, а есть ли у него энергия в этом проекте. И даже если нам кажется, что он идет совершенно другим путем, мы не имеем права ни в коем случае вмешиваться в его фрактал судьбы. Для проектора очень важно понимать, что даже если он что-то видит, даже если он видит наикратчайший путь для достижения успеха, он должен сам себе ответить на этот вопрос. А действительно ли человек готов сейчас к тому, чтобы воспользоваться моим советом? Второй вопрос. Если человек после того, как вас пригласил, не может выполнить и реализовать ваш совет, значит вы дали тот совет или предложили ему тот путь, к которому он не готов. И вам по-проекторски нужно не обижаться, не фыркать, а внимательно посмотреть, почему для человека этот путь невозможен, почему он не воспользовался проекторским видением. И выясняется, например, что в данном случае у человека, например, нет ресурса, или у него не хватает сила воли, или у него слишком много внешних факторов, которые не пускают его в реализацию именно тем способом, который вы ему подсветили. Но проекторам некогда. В режиме Бога проектор нетерпелив, он раздает направо и налево непрошенные советы и крайне оскорбляется, если кто-то к ним не прислушивается. А теперь давайте попробуем поиграть в метафоры. Представьте, что вы действительно наставник наставников всех времен и народов. Вы уже уровня консультанта и консалтинга, например, мировых правительств. Ваш час стоит около 10, да что там, 100 тысяч долларов. Вы собираете залы в два раза больше, чем Тони Робинсон, и вы оказываетесь в большом лифте в многоэтажном здании. Вы едете с первого этажа на пятнадцатом к своему высокопоставленному клиенту. И рядом люди обсуждают какие-то житейские проблемы. Как вы считаете, дорогооплачиваемый специалист консалтинга в лифте будет раздавать непрошенные советы? Найдите к себе ключик, найдите к себе метафору. И если сегодня у вас, как у проектора, нет признания, нет денег, нет нормальных гармоничных отношений, спросите себя, где я включаю режим Бога и не даю людям жить свою жизнь, где я пытаюсь построить свою внутреннюю вселенную, абсолютно не обращая внимания на фракталы жизни других людей. С вами была Наталья Гения. Я надеюсь, вам было интересно. Давайте, комментируйте, как у вас с советами, как у вас с проекторами. Подписывайтесь, будем на связи.